Главные новости республики на ТНВ Как говорят, есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. Так вот, рейтинг зарплат, по словам серьезных экспертов, экономистов, и есть та самая статистика, которая к объективной реальности отношения не имеет. Иначе как еще объяснить, что богатый Татарстан, регион, который по показателям уровня жизни, развитие экономики, всегда уверенно входят в первую пятерку субъектов федерации по доле высоких зарплат в этом рейтинге аж на сороковом месте. Марат Софиулин, директор Центра перспективных экономических исследований при Академии наук Татарстана, считает, что комплексовать нам не стоит. И вот почему. 40 тысяч это в Казани и 40 тысяч в Москве. Это совершенно разные вещи и уровень, и ощущения даже совершенно разные. Поэтому есть показатели покупательской способности. В России он где-то 3. Что такое покупательская способность? Это сколько минимальных потребительских наборов можно купить на заработную плату. У нас он 3,6, 3,8 и доходил до 4. Важен не размер заработной платы, говорят экономисты, а тот набор товаров и продуктов, который вы на нее можете купить. Это и есть один из показателей уровня и качества жизни. Уровень благосостояния людей. Нельзя забывать и о других важных индикаторах, как то соотношение городского и сельского населения, количество социальных программ, уровень безработицы и так далее. При этом сопоставлении картина совершенно другая. Татарстан, в общем-то, лидирует и в привозском федеральном округе. И вот совокупный показатель, скажем, который как рейтинг жизни или уровень жизни проживания на данной территории, вот Татарстан один из самых вкусных вообще в России. Из 10 баллов Татарстан это 9 баллов, наверное, в том году. Во-первых, в республике Татарстан достаточно высока доля сельского населения по сравнению с другими регионами, а на селе зарплаты традиционно более низкие. Во-вторых, значительная часть зарплат платится в серую, то есть человек получает официально минимальную зарплату, а остальное получает в конверте. Теневой рынок и зарплаты в конвертах – беда всей экономики России. В этом рейтинге зарплата обращает на себя внимание довольно высокая доля низких зарплат в Татарстане – менее 15 тысяч рублей в месяц. Она, как мы уже отмечали, даже больше среднероссийского показателя. Эксперты считают, что это верный признак серого рынка труда. Впрочем, есть и другая проблема в Татарстане – наличие большого числа реально низкооплачиваемых работников, которые не подпадают под категорию малообеспеченных, бедных людей. Типичный пример – семья Натальи Вазановой. Вместе с мужем и сыном они снимают небольшую квартиру в отдаленном районе Казани. Общий семейный доход на семью – около 40 тысяч рублей. Наталья признается, денег хватает только на самое необходимое. Рестораны, даже по баллам гуляем лишний раз в кафе, чтобы зайти. Просто жалко этих денег. Я лучше на эти деньги домой мясо куплю. Но бедный я себя не считаю. Но вы средний класс? Ну, считаю, что средний. К среднему классу относятся только те, у кого больше семи ОПМ. Официального прожительства минимума. Больше семи ОПМ вы можете себе позволить раз в год съездить куда-то, иметь, соответственно, машину. Число комнат на человека или одна, или еще, кроме того, что у каждого по одной, по научной норме есть еще общая комната. Вы можете позволить себе добротную одежду, качественное питание. Может быть, у нас олигархов больше? Может, у нас разрыв в доходах в Татарстане больше, чем в других субъектах? Разрыв между сверхбогатыми и большей частью населения, получающих относительно низкие зарплаты, это действительно проблема и главная боль власти региона. В Татарстане ее решали за счет большого количества социальных программ. Как результат, официальный уровень бедности в Татарстане существенно ниже, чем в среднем по стране. Впрочем, это не помешало нашей республике войти в число пилотных регионов, в которых правительство России будет отрабатывать новые механизмы борьбы с бедностью. Все те пособия, которые мы вводили после 2005 года, они носят адресный характер. То есть в Татарстане субсидии, льготы, которые платятся из бюджета республики Татарстан, прежде всего, исходя из принципа вашей адресности, мы смотрим, каким у человека доходы, мы смотрим, о какой объем имущества, что у него входит вот в этот доход, и действительно ли он является бедным. Эффект относительно низких зарплат в случае с Татарстаном может приносить и другие плюсы. К примеру, дешевая рабочая сила – важный фактор для выбора республики в качестве места для размещения бизнеса. В IT-сфере этот фактор работает уже не первый год. Компании, имея возможность нанимать персонал где-то за рубежом, нанимают его все равно здесь, растут именно здесь, потому что здесь расти дешевле, банально. То есть если в цифры перевести, средняя зарплата разработчика middle уровня, среднего уровня в Татарстане – это что-то около 1000-2000 долларов. Ну, разбег. Если мы говорим о Европе, там меньше 3-4 тысяч долларов нет вообще никого, даже в евро скорее. Люди общаются между собой, они говорят, куда, в какой город поехать, посмотреть отношения к Казани. В большинстве случаев очень положительно. Хотя есть города промышленные, есть зарплаты выше. Так что не стоит зацикливаться на подобных рейтингах, а лучше обратить внимание на действительно острые для экономики вопросы и темы. Конвертные зарплаты, серый рынок труда, большой разрыв между богатыми и бедными – вот что должно волновать правительство и самих людей в первую очередь. Решим эти вопросы, тогда и о размерах зарплат поговорим более предметно. Тимур Бекморзин и Андрей Ключников. 7 дней. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...